Для кого-то 1 мая это еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей, а для кого-то настоящий праздник, вызывающий ностальгию по бывалым временам. Долгое время 1 мая был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки и культуры. Но постепенно этот контекст терялся, и ныне это просто радостный праздник весны. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, зачем вы принимаете участие в этом торжественном ушествии? Как зачем? Это же большой праздник! Мир, труд, май! А работники культуры работают вообще всегда, в каждый праздник. Поэтому для нас праздник, праздник, работа, праздник, всегда все праздник. А вы рады принимать участие в этом празднике? Как думаете? Да! Это же праздник! Мир, труда и труда всего. Это самый хороший праздник в мае. Вы, украшение колонки, честно говоря, первый раз идете вот таким составом или каждый год ходите? Первый раз. Еще раз, лоб! Мы только в этом году открылись, так что мы первый раз идем и будем ходить каждый год. Мы находимся в самом эпицентре шествия, посвященного первому мая, Международному дню солидарности трудящихся. Атмосфера праздничная. Несколько тысяч рязанцев уже миновали нас, и впереди еще столько же. Настроение в городе царит действительно праздничное. День не светит звезда, у-у-у-у! Только небо, 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 небо! Правда, пожалуй, не все знают, зачем огромное количество людей собралось и идет от Площади Победы к Площади Ленина. Чтобы кричать. Я не знаю, что мы отмечаем, если честно. Но сознательные родители стараются донести до младшего поколения значение этой замечательной традиции. Откуда это взялось, зачем это, для чего это? Они должны знать, а не просто так ходить. Конечно. Но традиции нужные, но со знанием дела. Праздник весны, праздник труда. Пришли с ребенком, с маленьким. Большая уже была, маленькая, первый год только. Показать настроение, чтобы было праздничное, показать колонны праздничные, объяснить, что это за праздник. Изначально праздник носил название «День международной солидарности трудящихся». 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требования 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующие демонстрации закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс второго интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии и Франции. Кстати, сейчас в США этот праздник отмечают совсем в другой день.